21 декабря 2022 года. Я вас приветствую в компьютерной мастерской Happy PC на улице. Между прочим, снежочек чуть-чуть выпал, но в офисе тепло и уютно. И идеальный тайминг, чтобы посмотреть максимально свежий заказ клиента. Я прям чувствую, что пару часов назад Серега распечатал его. Я так смотрю на заказе 21 число. То есть мы стараемся относительно оперативно все делать, но хотя иногда заказы и лежат. Поэтому не буду говорить, что у нас все идеально, у нас не все идеально, но мы стараемся. Заказ в данном случае свежий. Zalman Z270 и GTX 1060, друзья. Просто изумительная конфигурация сборочки. И проблема не стартует. У нас есть даже пароль отхода в систему на случай, если у нас это стартанет. И я вам предлагаю вместе со мной отправиться в это увлекательное путешествие какого-то очередного системника, который почему-то включаться не может. Напомню то, что он у нас может включиться сейчас мгновенно после передергивания оперативки, допустим. Но пометочку сделал то, что он на приемке. Серега уже дернул оперативку, какие-то манипуляции сделал. Старта все равно не увидел, поэтому его и записал клиента. Может быть что-то сложно интересное, а может быть все-таки какая-то ерунда. Но чем полезно наше видео? Тем, что мы показываем реальную жизнь, реальных заказов, реальных клиентов в реальной компьютерной мастерской. То есть, ну все максимально рел здесь происходит. Это очень здорово, поэтому вы получаете чистейший экспириенс в компьютерной мастерской вместе со мной. Я вас отправляю в путешествие в этот агрегат. Начнем мы с чего? Всегда с внешнего вида, с оперинса. Вот я, допустим, в симпатичной кофточке, как мне сказал оператор, стою, но уже успел измазать ее с утра в огромной термухе. А знаете, как это произошло? Фишка в чем? Вчера у меня во время работы упал тюбик MX2. И все нормально. С утра пришел клиент, нужно было ему термушечку заменить. Я быстренько беру. Я не заметил. То есть, он упал и все, я его поднял, положил на стол. Я беру термушечку, начинаю наносить на процессор. И у меня расползается вот так все по сокету. Ну как, сокет был закрытый процессор. Но просто выдавливается отсюда вот так вот огромное. То есть, треснуло ребро. И трещина получилась. Я начинаю выдавливать. У меня просто, ну там, пятая часть тюбика мгновенно выходит через все эти щели. Я в ужасе просто. Еще клиент рядом с нами стоит. Я думаю, ну нормально. Пришлось немножко его полечить ацетатным скотчем. Но ситуация не очень. И вот пришлось измазаться конкретно. Потому что вы не представляете мое изумление, когда вместо маленького зернышка у меня выдавливается практически пол тюбика. Потому что вон, отломалось. Не роняйте свои эти штуки. Они очень нежные и надежные. Хорошо, начнем с внешнего вида, как я и сказал. Кстати, зовут клиента Даниил. Я надеюсь, что мы с ним тезки. Нам это поможет быстро разобраться с его, кстати, агрегатором. Залмановский корпус. Симпатичный, аккуратный. Чистенькая абсолютно сборочка. В том отношении не пыльная, не грязная. Крутить ее в руках очень приятно. Мы видим то, что у нас видеокарточка 1060 от MSI находится. Я предлагаю быстренько снять крышку. И, так сказать, понять, что с ним произошло. Крышечку, друзья, мы снимаем. Я, кстати, одел петличку. Потому что оператор Женя сказал, что пушечный микрофон не идеально в данной позиции будет. Поэтому, надеюсь, меня сейчас слышно еще лучше, чем было до этого. Смотрим. Первый момент доверия и веры. Мы можем поверить на слово Сереге, что он там все попередергивал. И все у него не завелось. Либо можем перепроверить его. Посмотрите в глаза Сереге в этот момент. Посмотрите в глаза Сереге в этот момент. Верите ли вы ему? Верите ли вы этому человеку на приемке, который сказал, что он все передернул, и что он не завелось? Ну, давай сначала посмотрим, какой это действительно дефект. Мы включаем. Ух ты ж. Продочек попал. Ну-ка. Начинает ком крутиться. И потух. Вот так и было? Да. Ну, он начинается и гасит. Начинает. Еще есть один процессор, точно такой же, какой там, но я не знаю, какой там процессор. У него есть, если что, еще точно такой же процессор, на всякий случай. Если все-таки дело в процессор, да? И все, и больше этого он не хочет включаться, да? Только включать и выключать его. Ишь ты какой. При этом сборка действительно, друзья, достаточно аккуратненькая. Я не вижу тут, ну, она чистенькая, продутая, ну, прям приятная. Лучше, чем обычно. Лучше, чем обычно. Обычно ты в грязи пыли, у меня уже аллергия на это, на пылевого клеща. Я думаю, знаешь, они там, блин, кошмар какой-то. Но в данном случае все нормально. С чего бы начать? С чего бы начать? Начинать, опять же, у нас такое, видишь, он запустился, да? Запустился, покрутился и выключился. Давайте, давайте по порядку. Давайте по порядку, поэтому это будет интересно, потому что если мы сейчас сразу, все-таки, мы сразу не имеем проблем, будет неинтересно. Вот по порядочку, это наглядно. По порядку, с чего мы всегда, самая большая вероятность, все, все, это всегда оперативка. Главное, передернуть, не зря у нас была футболка, друзья, потому что это шутка шутками, но действительно, как я повторяю, 70% ремонтов заканчиваются туда-сюда. Мастерская поднялась. Мастерская на этом и поднялась, друзья, абсолютно верно. Так, нам нужно 4 память оперативка, давай. Заведомо нашу, да? Может в теории из оперативки так всяком вести? Да в теории может, почему бы и нет. То есть он такой, попытался что-то там. В теории, наверное, да. Так, подрубаем, да, посмотрим. То есть мы сразу, опа, делаем. Не помогло. Ну и хорошо, тема интереснее, друзья. То есть дело у нас, как минимум, причем в перезагрузку он не идет, да? Может быть, что самое остальное простое? Остальное, что самое простое. Давай, оператор, Женька, ты уже лучше нас всех знаешь, как ремонтировать компейн. Блок, наверное, да? Давай блок, прям, это тоже очень просто подкинуть. Хорошо, почему? Логичные идеи всякие, да? Я тоже сразу в просу полезу. Ты сразу в просу лезешь? Нет. Но это было бы слишком, наверное, неинтересно. Сразу в просу. А вдруг дело не в процессе, да, и мамы тут сразу в просу полезли. Ну, давай по порядку. Блок тоже сразу исключим из всей этой ситуации, чтобы убедиться, что дело не в этом, друзья. Опять же, мы рассматриваем сейчас варианты, когда у вас нету посткарты под рукой. То есть это а-ля в домашних условиях. У вас есть дополнительная оперативка, дополнительный блок, вообще все на свете дополнительно в домашних условиях, да? Чтобы проверить. Дополнительный компьютер, когда у вас есть, чтобы проверить. Хорошо, но сейчас мы это сделаем. Я надеюсь, нам можно, кстати, даже один тут подключить, нам не обязательно два подключать питание, чтобы убедиться, что комп у нас стартует. Не забыть подключить PCI-Express на видюшку. Подключи эксперта, вот как ты думаешь, вот твое предположение? Ты же уже прям на опыте, ты как бы делаешь вид, что ну по порядку, по порядку. Я вообще не на опыте, на самом деле. Каждый раз я все пытался дневник вести, дневник неисправности, чтобы тут же определять. Ну, явно вот по таким симптомам это очень похоже, либо какие-то моменты прошивки биосни с матерью, либо действительно какая-то вот ерунда с процессом, то есть можно посмотреть, скинуть его. Но я предположу, ну давай предположу, что связано все же что-то либо с биосней, какой-то тут у него глюк, либо действительно, если мы сейчас откроем, там что-то с сокетом навороченное, либо они рабочие, именно проц, вполне в теории такое может быть. То есть я откидываю блок, я откидываю оперативку, откидываю видюху, то есть что-то мать проц. Опять же, туда-сюда. Ну давай мы сначала по порядку с тобой пойдем, тоже. Давай стартуем на другом блоке. То есть я бы больше в прошивочку биос тут прыгал, но это опять же так, только на связи. Сейчас мы как раз и доберемся. Все, у нас поведение ни капли с тобой не изменилось, Жень. То есть такая же ерунда у нас осталась, соответственно, блок мы сразу откидываем, нам он и не нужен тут более, более того скажу. Давай сразу откинем вариант, поскольку это Z270, у нас даже есть здесь встроенная графика. Давай сразу с тобой уберем видюху, тем самым мы доберемся до батарейки КМОС биоса, чтобы посмотреть, мало ли, может там с батарейкой КМОС биоса она высаженная и себя ведет как-то нестандартно. То есть шаг за шагом идем с вами, друзья. Убираем вот эту красотку. Одна из самых дешевых версий вообще 1060, тут даже написано ворнинг. Ворнинг, то есть ворнинг, самая дешевая версия 1060, не покупайте. Но на самом деле, The Most Powerful, ничего себе. Я такую наклейку давненько не видел. Слушай, какие мысаи вообще. Наведись. Ты видал, что написано? Я не замечал раньше на этих арморах. The Most Powerful графика карта. То есть самая мощная видеокарта... Мучи, это мучи. Самая мощная видеокарта. Мы ее нашли. Кто когда-нибудь искал, вот она. The Most Powerful. Интересно, можно ли на них в суд подать? За такую надпись? К чему это я про суды не знаю. Так, вот, но забавно. Забавно. На самом деле она достаточно простая, потому что у нее память не охлаждается. То есть это вообще чисто охлад на GPU. То есть ничего, никаких. То есть максимальное бюджетное решение просто вертится без каких-то либо понтов. Ничего не охлаждается, кроме... Ты на физику не смотри, она сильно над духом. Так и есть, получается. Очень крутая карта. Главное, что прорезь MSI. Кайф. Оп, хорошо. Иди сюда. Сразу подлетай. Кстати. А? Чего? Она, по-моему, прикольная такая. Да, она нормальная. Кстати, ты в курсе? Я вот тут за моим темпом. Я и забыл. Я вам скажу, друзья. Я еще времени не дошло, но... Чего я фон в руку взял? У нас айфончик в закрытом чате будет разыгрываться. И несколько видюх, 36-х и 580-х. Но это я какое-нибудь в следующих видео сделал. Я хочу под новогодний какой-нибудь классный розыгрыш сделать. И среди подписчиков, и среди ребят из закрытого чатика. Потому что они очень нас поддерживают. Но впервые в жизни айфон разыграю. Такого еще не было. Причем 14-й, по-моему. Да. Это 14-й. Блю. Но сегодня речь не об этом. Я за мультиметром пошел. Иди сюда. Давай с тобой сразу посмотрим. Сразу что-то посмотрим, что у нас здесь происходит. Давайте сделай это. Нет, не сделай. Я не хочу пленочку сдирать. Так. Сюда, сюда. Слушай, 2,8. Это нормально. Это не идеально, но это нормально. Не должно быть каких-то страшных моментов. Ну давай на всякий случай мы с тобой вот так вот. Так сказать, сбросим его буквально ненадолго. Старым дедовским каким-нибудь методом. Буквально... Слушай, а что ты чувствуешь, когда ты языком пробуешь? Типа, как понять, что она заряжена? Ну, кислиночка дает. Знаешь, какое-то легкое напряжение у тебя по язычку пробегает. Значит, странные методики, я так скажу. Но это вот плохая привычка, друзья. Не советую чужие батарейки из чужих материнских плат в рот себе брать. Это забудьте. Это вообще не относится никак к диагностике, либо еще что-то. Но это если вот нет под рукой мультиметра. И вообще, давай так. Почему эта привычка у меня образовалась? Потому что мой самый, назовем так, первый напарник, который вместе трудился, у нас не было в офисе мультиметра. Это же не просто так. То есть, если есть мультиметр, вам это не нужно делать. Вот. И там было, я думаю, вот это прикольно. Вот. И то есть, как проверить хотя бы хоть что-то на ней есть? То есть, если она вообще не кислит тебе ничего, значит вообще на ней напряжения нет. И честно, это очень верняк. Я настолько приловчился, что я по вкусу батарейки четкий вольтаж мог определить. Но эти навыки я уже потерял, поэтому это никак не относится к происходящему. Окей. Я думаю, это в принципе достаточно. Давай мы с тобой сейчас вернем более-менее нормальную батарейку. Кстати, если полез сюда по привычке, значит, вот думаю, пусть что-то есть. А тут нету. Посмотрим у нас хоть что-то, изменилось ли поведение. Вот мы сейчас, по сути, ну, скорее всего биос сбросили. По крайней мере, они очень похожие сделали на сброс биоса. На процедуру. И давай, у нас в принципе, я еще не знаю, какой проц. Здравствуйте, на ремонтик? Планшетов нет на продажу? О, нет, мы планшетами не занимаемся. Все, понятно. Да, совсем планшетами не занимаемся. Так, смотри, шлеп. Шлеп сюда. И давай подключим. Как ты думаешь, будет сейчас старт? Слушай, мне кажется, нет. А мне кажется, нет. Дежурка появилась. Крутим. И все, это так. А, блин, ничего себе. Вообще ничего не нельзя. При этом... При этом, да, мы с тобой практически все откинули. Но не спешите, друзья. Часто и бывают всякие косяки. На всякий случай откиньте абсолютно все, что связано со всеми периферийными устройствами. То есть даже USB-шку 3.0, если какие-нибудь там замкнутые контакты, это может как-то влиять. Поэтому откидываем вообще все абсолютно. Оставляем только так, на кнопочку нашего включения. И давай еще разочек. А, я настолько все откинул, что даже переднюю панель откинул. Хотя мне казалось, что я оставил. Так, давай вот так. Э, он попал. Да нет, попадаю. Не понял я. Ны-ка. Ой, что я жду. Глянь, насколько заряженный. Заряженный блок, что он до сих пор держит. Вот, все. Высадился. Такс. Есть контакт? Ага, закрутился. Нет. Никакой вообще у нас реакции здесь не происходит. Соответственно, друзья. Ах, блин, да? О, ничего себе. Как зовут? Бин. Бим? Да. Хорошая собака. Собака Бим на удачу нам пришла. Она сейчас нам ознаменует то, что мы очень близки. Чувак, полезем? Будем мать доставать или просто заглянем в соки? Давай просто заглянем в соки. Я сейчас опущу. Хотя тут такое крепление, что скорее всего нам потом все равно придется мать накручивать. Но, тем не менее, давай вот это мы сделаем. Отвертка Bosch помогает быть ленивым. Но сняла тоже очень аккуратно, потому что если вы закручиваете такой механической отверткой, можно перекрутить, сорвать что-нибудь, либо обмазануть. Опа! Слушай, хорошо так снялся, так все четенько. Вообще без каких-то либо косяков проблем. Дипуловские мы в сторонку. Лучшее, что может быть на столе мастера, это немножко туалетной бумаги. Чтоб когда-то облажался при ремонте, недалеко ходить. Слушай, нифига себе. Pentium G это у нас получается петечка. Петечка наш любимый. То есть такая сборка бюджетная. Я тут думал, на Z270 что-нибудь приличное. Уберёк руку. А что, соки чистые? Да. Да. Хорошо. У нас получается G4400. Чтобы, так сказать, я вас не обманул точно и по его характеристикам, давайте мы это сразу и загуглим. G4400, что он из себя вообще представлял и представляет на текущий момент. Зайдём прямо на официальный сайт Intel, а это очень удобно, чтобы сразу посмотреть вот в лицо, чтобы вы видели меня хорошо. Так, у нас, друзья, дата выхода. Третий экватор 15-го года. То есть этому катушку хотел, камушку, 7 лет. 7 лет на сегодняшний момент. Ничего себе. Так, 64 доллара все он стоил. То есть, ну, супер такой бюджетный агрегат. И это, друзья, не гиперпень. То есть, у него не было хайпертренинга. То есть, это два ядра, два потока. Но при этом герцовка хорошая. 3,3 ГГц. То есть, действительно здорово. 54 ватта. Все. Больше, в принципе, мы ничего не знаем. Из того, что мы смотрим, у него вплоть до DDR4-2133. Официально он поддерживает. И это хорошо. Ну, 4К, кстати, может выводить. Встроечка его. 11.51 сокет. И, в принципе, усё. Усё, друзья. Ну, что, Жень, мы недалеко от кассы можем сразу проверить, да, гиперпень? Потому что мы смотрим, что? Мы смотрим то, что... Давай, вернем подсветку. Вернем подсветку. Мы смотрим то, что у нас с тобой сокет чистенький, аккуратненький. Ничего критичного нет. Соответственно, мы уже... Ну, логично, да? Нужно подозревать почти нечего. Да, у нас действительно почти нечего подозревать. Этим-то и прекрасные ремонты, вернее, диагностика системников. То, что... Ещё если у системничек удобный, то это вообще мгновенно. Заныриваем с тобой в небольшую вот эту вот штуковину. И давай посмотрим, что мы можем предложить. У нас есть цилирон. У нас есть цилирон. Это очень хорошо. То есть мы нашли прост ещё хуже даже. У нас же. Да. Как мы это умудрились? Давай с тобой посмотрим. Друзья, всё. Всё, вставил другой проц, соответственно, всё. Мы пришли к тому, к чему начинали. Ну что? Всё откинуто. Откинуто абсолютно всё, кроме материнской платы. Соответственно, что? Тороп перепрошить BIOS? Не забегаем вперёд. Мы сначала в любом случае теперь плату достаем. Поэтому у нас самый худший вариант. Когда, видишь, ничего такого простоя не помогло. Поэтому нам придётся доставать материнскую плату. Смотрим, осматриваем. Делаем банальные замеры, потому что мы стараемся хотя бы быть приближёнными к действительно процедуре правильной ремонта. Потому что наверняка... Я, кстати, бы очень хотел, если кто-то вдруг из представителей сервисов реально крутых, вот воистину, которые прям считаются... Знаешь, в чём проблема? Неизвестно, что такое профессиональный сервис. То есть профессиональный сервис это официальный, допустим, да? Какой-то там от Lenovo, допустим. Либо профессиональный сервис это какая-то крутая компьютерная мастерская, которая что-то делала, которая именитая, да? Что такое настоящий профессиональный сервис? То есть это где сидят профессионалы, которые где-то профессионально обучились, и кто-то профессионально обучил, и у них получился, вот они выполняют работу профессионально, на профессиональном оборудовании, с профессиональными расходниками. Вот если есть такой сервис, вот действительно, который именно занимается, в прямом смысле слова, передёргиванием компов. Профессионально Свяжитесь со мной, я готов реально в любой город приехать Просто чтобы посмотреть, рассказать Людям, как делается действительно профессиональная диагностика Вот таких вот аппаратов То есть самыми крутыми посткартами Самыми крутыми подключениями Просто если есть такие сервисы, либо вы знаете Сообщите в комментах, это будет очень круто Потому что по факту В каких сервисах я не был, везде Своего рода половину колхоза То есть там, сям, очень сильно зависит от мастера к мастеру А вот воистину, чтобы сказать Вот эти чуваки лучшие в России Они лучше всех делают диагностику таких проблем А что беретесь ли Кто вообще за такое берется или нет Было бы очень здорово Согласитесь просто приехать с реально крутым ребятом У которых есть все посткарты У которых статистика по всем, знаешь Он просто вбивает в программу Z270 Покрутилось 3 секунды И знаешь, не выдает изображения И он четко сразу, вариант ошибок И ты просто лезешь То есть это какая-то мечта Пока которая непонятно где находится Ладно, достаем плату, друзья И продолжаем, так сказать, пытаться помочь клиенту Ой, я ем Сухофрукты Больше заботится о здоровье Поведение-то изменилось У нас мы вращаемся Я достал плату из корпуса Мы вращаемся Просто греется Изображения, правда, нету Ну и греется он еще не так критично Ну-ка, давай-ка мы все-таки сейчас попробуем с тобой А вдруг У нас, кстати, уже ни спикера, ни багера Тут по-другой нету А вдруг он у нас сейчас стартанет Для этого нам что нужно? Здравствуйте Помочь вам, подсказать? Я хочу получить от вас такую информацию Я вижу, что это по компьютеру У меня карманный приемник Карманный приемник? Да Вы можете его мне посмотреть и починить Вообще, конечно, мы таким не занимаемся Но если вы покажете И вдруг я сейчас инженерам покажу И вдруг что-то получится Все четко Все четко И у нас есть изображение Причем с двумя слотами Но знаете, в чем беда, причина и проблема В том, что Самые неприятные моменты Здесь у нас происходят Материнская плата стартанула Вы помните, что изменилось поведение После того, как я ее достал с компа Посылаю, говорю Оп, вентиль закрутился Но изображения все равно нету Чудеса начали происходить То начала плата стартовать С оперативкой в третьем-четвертом слоте Потом и первый-второй подключился Еще разочек все попередергивал Разные проценты до сюда Сейчас везде начало стартовать Но у меня очень большое подозрение На всякий случай Биос перепрошитый То есть последняя система биоса стоит Так уже, знаешь, для души Потому что перепрошить биос Это даже как бы просто идет бонусом На всякий случай Чтобы, так сказать, как он себя ведет Посмотреть материнская плата Суть в том, что такое ощущение Что материнская плата реагирует На какие-то механические моменты То есть в зависимости от того Как чего доедок Поведение изменяется Сейчас сокет в состоянии идеальном Процик на всякий случай Контакты очистили Оперативочка стоит на месте Еще разочек давайте Сейчас вот мы ее покрутили, повертели И она стартует Она стартует И, скорее всего, сейчас изображение будет То есть плата ведет себя сейчас Максимально хорошо и стабильно Все это называется Welcome back to the world Ты заработала Все, есть картинка Это успех, скажете вы Но душа моя все равно неспокойна То есть несмотря на то, что сейчас плата Ведет себя идеально Как новенькая, как и должна Честно сказать, обязательно клиенту Нужно будет предупредить То, что Что-то как-то на душе не совсем спокойно Потому что есть у меня вероятность того Что все-таки где-то какая-то механика То есть она Вы сами видели Шаг за широчек Мы с вами прошлись И, конечно, казалось бы Вроде эта диагностика успешна У нас есть картинка Изображение, все работает Но как объяснить клиенту То, что завтра Тоже может не работать Это остается загадкой То есть придется Придется сказать Как есть на полном стерео То есть я сейчас Опять все это подсоберу в комп Сейчас зафиксирую Мы еще с вами сейчас попробуем Запустить Посмотреть, все ли хорошо работает Это уже сделаем какие-то выводы Но, честно сказать, пока что Нету явной проблемы После которой После решения которой У нас все начало нормально работать То есть У нас начало все нормально работать Просто в процессе множества манипуляций И, опять же Теребонька не материнской платы И, опять же Слоты некоторые не работали Потом заработали Сейчас работают абсолютно все Сокет в идеальном состоянии Камушек в идеальном состоянии С разными процессорами Пробовали Соответственно, выводы можно Лишь делать самим Подсобираю все обратно И тестирую Друзья, значит Я сейчас начал подсобирать обратно И понял то, что я так забегался Тут Снимаем не подряд все И Самый важный момент Я не сказал Не заметил Вот он Господи ты боже мой Суть в чем Материнская плата Когда у нас обратно садится Обрати внимание У нас здесь Две стойки Которые По факту нам здесь не нужны Эти стойки Непосредственно Вот эти вот Упираются Вот здесь То есть Они лишние Одна идет прямо сюда В хабовую часть Где-то Упирается И одна куда-то сюда В область Новотоновского Мультиконтроллера То есть Возможно Тот факт, что у нас изменилось Поединение Как только досталась Материнская плата Это как раз таки Скорее всего Ну с самой большей долей вероятности Это из-за того, что Материнская плата стояла На стойках Этого Агрегата Ой, агрегата Корпуса Судя по всему Я вот сейчас Начал обратно Собрать Понимаю, что Так, стоп Это-то нам тут не нужно Соответственно Мы вот эти стойки Сейчас берем Выкручиваем То есть Казалось бы, да Проблемка И по идее По идее Сейчас должно быть Все хорошо То есть Оно где-то замкнуло Судя по всему Вот мы Это немножечко изменилось Парочку раз Его посбрасывали Хорошо Он заработал Ну по крайней мере По крайней мере Это логично Звучит из того Что мы сейчас видим Так что сейчас Дособеру все же обратно Запущу еще по несколько раз Чтобы душа была спокойна И да, все То есть комп работал На двух лишних стойках Которые непосредственно В материнскую плату Прям металлом своим Причем Упирались сами Такие неприятные области Потому что область Мультиконтроллера Безумно важная А область хаба Я думаю Хаба я думаю Тоже нельзя недооценить Поэтому по сути В одни из две Самых важных области Два абсолютно Оголенных Стензов О стоечке Стояли Ну что же Возможно это тогда Получается вот такой Изи Изи Пизи Как бы сказали Зарубежные Да Зарубежные ребята Шикарно Я рад И вот сейчас Я немножко так думаю Значит Скорее всего Все будет нормально работать Но опять же Не факт Тем не менее Уже более-менее Улыбка у меня появилась На лице Потому что теперь я понимаю Что сейчас мы красоту Немножко наберем И тогда потестим Уже нормально Друзья Все хорошо Все прекрасно работает Нареканий никаких нет Вы помните В начале ролика Мы с вами получили компьютер Который не выводил Заразное изображение Крутился и тух И сейчас он работает И ну Грех жаловаться В общем-то Стало гораздо лучше Чем было Это самое главное 5KG 4400 Красиво 16 гигов Оперативной памяти Ничего себе Скажете вы И Ох тут Парочка дров не стоит И 1060 на 3 гигабайта Вполне себе Такой знаете Странненький Комп Я бы даже сказал Немножко мистический У нас сегодня Получился с вами Два ядра В 2022 году Звучит Очень Синхронно Я бы сказал Даже уважительно Нужно их уважать Эти два ядрышка Которые С неплохой герцовкой До сих пор Трудятся и работают Что полезного Из сегодняшнего ролика Можно было Наверное Вынести Полезное Это как раз таки Тот момент Когда вы материнскую плату Засовываете В компьютер То есть Хотя бы Один момент Который четко Был не по фэншую Это две стоки Стензов Которые непосредственно Упирались В обвязку С задней стороны Мультиконтроллера И хаба Могло ли это повлиять В теории могло На практике Мы это уже никогда не узнаем Известно то Что после того Как мы плату достали Она начала вести себя По другому Но все равно Изображение не вводило После некоторых манипуляций Картинка у нас выдалась Клиенту Я уже отзвонился Он остался Как говорится Довольный Говорит все нормально Я приду Как говорится Я все нюансы учел Сегодня говорим Про стойки Пусть ваши стойки Будут максимально стойкие И в нужном месте Тогда получится Что ваши компьютеры Будут очень крепко себя И надежно чувствовать И таких вот Фантомных моментов Получаться не будет Потому что В принципе здесь повезло Но были случаи Когда этой стойкой Можно было так закоротить матч Что после этого Ее можно было вот так вот брать И отпускать на мусорку В данном случае Здесь у нас счастливый конец Получился Я надеюсь Что жизнь у вас будет Так же счастливая А если вы еще поставите лайк И напишите какой-нибудь Добрый комментарий Под нашим роликом То мы тоже улыбнемся Большое спасибо Что посмотрели Надеюсь Немножко компьютерного удовольствия Все же этот ролик вам принес Завтра будет новый день Новые истории А я вам желаю Чтобы лично ваша история Не заканчивалась Как можно дольше И была насыщена Крутыми жизненными моментами Увидимся с вами Завтра В будущем Пусть у вас все будет хорошо Пока-пока